В Бендерах скульпторы спасают памятник из Дубасар. Солдат с детьми стоял на мемориале жертвам фашизма с конца 40-х, но время не щадит даже памятники. Дело в том, что большинство памятников на мемориалах и кладбищах Великой Отечественной — это типовые советские скульптуры. Их массово выпускали, в селах их охотно устанавливали. Это было недорого. И хоть все эти бетонные воины и скорбящие матери сделаны по шаблону, скульптуры эти действительно душевные. В них вложен талант советских скульпторов. Жалко просто заменить их на долговечные, но безликие таблички, пусть и гранитные. Как спасают советские памятники? Репортаж Юрия Зайца. В частном доме села Протягайловка хранятся фрагменты памятника из Рыбницкого района. В полный рост солдат-победитель со знаменем остался только на черно-белом фото и в памяти старожилов села Выхватинцы. Там скульптура появилась в конце 60-х, а примерно 10 лет назад железобетонный красноармеец оказался на кладбищенской свалке. Краевед Юрий Соколов нашел обломки памятника и забрал домой. А на постаменте, где была скульптура, появилась плита с изображением воина с мечом. Как так получилось, что памятник, скажем так, выкинули, получается, да? Он разрушился. А, ну, опять же, разрушился из чего? Безразличие разрушился? Не из-за погоды, а из-за безразличия разрушился памятник. Есть точно такой памятник, который до сих пор стоит в селе Волочей, один в один. Точно такой, но он целый, он отремонтированный. Вместе с нашим краеведом Юрием мы отправляемся на север республики и посмотрим по пути, в каком состоянии наши памятники. Показать есть что. Есть на что посмотреть, к сожалению. Поехали. Первая остановка в поселке Новотираспольский. Здесь памятник красноармейцу отреставрировали два года назад. И он в идеальном состоянии. Стойка переносит зной, морозы и дожди. Реставрировали его наши скульпторы. Едем дальше. На очереди Григориопольский район, село Делакео. Юр, что это за скульптура и почему мы именно здесь остановились? Чем он интересен, что, допустим, сам монумент, он не требует ремонта. То есть он в хорошем состоянии. Почему? Ну, раз было должно никому внимание, скорее всего, я так думаю. Постамент, несмотря на свежий ремонт, выглядит так себе. А скульптура практически в идеальном состоянии. Нет трещин и краска не шелушится. Видно, что в селе за памятником ухаживают. А вот такая же типовая скульптура, только уже в Дубосарском районе. Выглядит иначе. А это уже село Дубово, Дубосарского района. Здесь год назад на сельском мемориале уложили новую тротуарную плитку. Постамент сделали из керамической плитки. Появились новые фонари. Это как подсветка. Ну, а сам памятник, посмотрите, в каком состоянии. Даже невооруженным взглядом видно много трещин. И он почти разваливается. А если мы даже приглядимся, мы не будем далеко ходить. Смотрите, даже вот не будем. Части памятника, которые лежат на поверхности. Это рука, которая, скорее всего, держала древко. И вот сам кусок флага. В этой художественной мастерской в Бендерах сейчас спасают памятник жертвам фашизма из Дубосара. Это фигура солдата с детьми. У мальчика рассыпалась голова, у солдата отвалилась рука. Отреставрировать памятник поручил президент. Но оказалось, сделать это невозможно. Внутри очень много трещин. Из гипса сделали руку и вернули голову мальчику. Но долго так памятник не простоит. Скульпторы решили попробовать сделать точную копию. Сейчас в мастерской ее собирают из гипса. Это как большой конструктор. Это маленькая часть формы, потому что форма состоит из почти 200 частей. И сейчас эти формы готовятся к примерной, приблизительной, примерочной сборке. Их надо почистить, их надо провощить, конечно, перед началом заливки. Потом окончательно собрать, стянуть жгутами. Собрать первое кольцо, монолитное. И дальше его набить слоем бетона, чтобы полностью повторить авторский пластический язык. Примерно за пару недель скульпторы планируют завершить работу. Если все получится, то, возможно, по такому же принципу вернут в строй и других солдат из бетона. Наши скульпторы за такую работу взялись впервые. Наверное, вызов, потому что реставрация такого масштаба, чтобы воспроизвести заново памятник, мы еще ни разу не делали. И, наверное, мало кто этим занимался. Так, чтобы взять готово установленную скульптуру или скульптурную композицию, переформовать и, как правильно сказать, дублировать. В Приднестровье с 2019 года действует государственная программа по ремонту памятников. За три года в порядок привели 27 памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне и защите Приднестровья. А есть примеры, когда памятники спасали, не дожидаясь, пока до них дойдет очередь и государственные деньги. В селе Дубово есть еще одно воинское захоронение времен Великой Отечественной войны. Находится оно на кладбище. Вот эта стела еще несколько лет назад была практически полностью разрушена. Но сейчас она вот в таком хорошем состоянии. Недавно здесь провели реконструкцию. Вот, Юрий, кто это сделал и почему? Ну, я считаю, что сделали это довольно добрые люди. Ну, учитывая, что здесь написано, что это были военнослужащие ОГРВ, спасибо им большое. Потому что это захоронение было в крайне плохом состоянии и было не один год. То есть это было очень много лет. И сама изгородь и сама стела была в плохом состоянии. То есть оно было все порушено, что-то дурка осыпалась. Тут были венки наброшены. То есть все подряд. То есть нужно сказать, что надо было выкинуть где-то за ограду. То есть надо все клянуть сюда. Но спасибо им, они облагородили. Буквально позапрошлом году здесь еще царил хаос, скажем. Но благодаря им спасибо им огромное, этим людям еще раз, что они облагородили, сделали благое дело. Главный враг старых памятников – дождливая и снежная погода. Как раз в такой ненастье мы и проводим свой объезд. Теперь мы в Рыбницком районе. В селе Михайловка Рыбницкого района такая же история, как и в селе Дубосарского района. Смотрите, здесь недавно тоже сделали ремонт. Освежили постамент. Тоже керамическая плитка. Но посмотрите, как ее сделали. Вот, то есть, если сюда наступить, то она обломится. Но самое главное, что памятник тоже находится в аварийном состоянии. Голова солдата вот-вот развалится. По моему мнению, это следующий памятник, который мы можем просто утразить. Так как случилось, это, допустим, выхватится, там, как это в Дубосарах сейчас происходит. Даже визуально видно, что голова уже просто разваливается. Сейчас надо... Ну, вот сколько эта голова сможет продержаться? Мне кажется, что до весны она не доживет. Из Михайловки, где идет дождь и на глазах разрушается старый памятник, вернемся в художественную мастерскую. Буржуйка на дровах создает атмосферу, тепла и уюта. Скульпторы рассказывают, как можно продлить жизнь памятника и не доводить его до аварийного состояния. Это же косметический ремонт, да, вот бывает, что на памятнике появляются там трещины какие-то. Это и подлежит. Вот, я имею в виду, да, хватит ли такого вот ремонта, чтобы продлить, да, если замазать трещину, там, тем же цементом, да, раствором. Ну, вот мы выполняли работу с Котовским, с Новотераспольском именно по такому принципу, что мы восстанавливаем утраты, консервируем и обновляем покрытие. И дальше он еще там несколько лет посты, и если повезет, эту операцию можно будет повторить еще раз, еще раз, еще раз. Это намного дешевле, чем потом взять и отливать вот такую? Да, значительно, конечно. Примерно так регулярно делают в Рыбнице. Тут у здания городдела милиции есть памятник мальчику Вове. Это городская легенда. Вова, рассказывают в Рыбнице, носил воду раненым красноармейцам. По легенде, дошли до своей части, значит, выжили в войну. После войны они на свои средства, на окраине Рыбнице, при въезде в Рыбницу, точнее, у поста ГАИ, значит, поставили мальчик вот этому, поставили памятник этому легендарному мальчику Вове. А что случилось с мальчиком Вове? Сам мальчик Вова был выслежен румынами, и убегая от них, он спрятался в стоге сена. Румыны расстреляли этот стог сена с зажигательными пулями, и, к сожалению, мальчиков погиб в этом стоге сена, сгорел. Выяснить подлинность этой истории работники местного музея не смогли, но памятник Вове – это место, где 9 мая собираются люди и вспоминают героев. Пока есть место, куда в День Победы можно принести цветы, будет жить и память. Юрий Заяц, Владимир Погоня и Дмитрий Ягодкин. Отражение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова